Без упрощенной системы, но с единым налогом. С этого года в Беларуси начали действовать налоговые инновации для индивидуальных предпринимателей. Все это для поэтапного выравнивания нагрузки для бизнеса и исключения недобросовестной конкуренции. Результатом должны быть простые и понятные условия ведения предпринимательской деятельности, но пока все вопросы бизнеса снять не удается. Поэтому важно грамотно и доступно объяснить каждому нормы нововведений и, главное, почему изменились условия работы. На это обратил внимание и президент на совещании в начале недели. Ведь изменения для ИП были объявлены заранее, фактически за год, поэтому у бизнеса была возможность к ним подготовиться. К тому же увеличенные ставки и переход из одной системы в другую не будет обременительным для ИП. Анализ рынка проводило Министерство по налогам и сборам. Об этом нам рассказал замминистра Игорь Скоринников. Игорь Викторович, здравствуйте. С этого года получается, что индивидуальным предпринимателям нужно учитывать некоторые налоговые изменения. Да, к ним готовились мы, и они были озвучены и ранее. В принципе, с этого года уже упрощенной системы нет, а подоходный налог поднимается с 16 до 20%. Вот с чем связаны такие, скажем, изменения главные? Ну, наверное, первая бы очередь, на что хотелось обратить внимание, что мы осуществляем поэтапное реформирование порядка налогообложения индивидуальных предпринимателей. Мы уже в 22-м году предусмотрели определенное изъятие в части упрощенной системы налогообложения. И мы уже тогда, в 22-м году, анонсировали, что с 1 января 23-го года упрощенная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей будет отменена. При этом мы опять же анонсировали, что будет осуществляться поэтапный рост налоговой нагрузки, повышение налоговых ставок. Все это повышение осуществляется, безусловно, на основании тщательного анализа уровня налоговой нагрузки. Для чего это делается? В первую очередь, это исключение множественности режимов налогообложения, которые применяются индивидуальными предпринимателями, и, безусловно, поэтапное выравнивание налоговой нагрузки в целях исключения недобросовестной налоговой конкуренции. Потому как в этой части есть запрос организованного бизнеса. Потому что мы начали понимать, что индивидуальный предприниматель, он все больше и больше укрупняется, у него все больше появляется крупных оборотов, и он начинает конкурировать с организованным бизнесом. Но там разные уровни налоговой нагрузки. И в целях соблюдения вот этой добросовестности при налоговой конкуренции мы продекларировали эти цели, и мы эти цели, безусловно, постепенно реализуем. Глава государства абсолютно верно все обратил внимание в этой части, что здесь важно, во-первых, поэтапность, как я уже сказал, и подоходный налог, исчисление, он сам называется подоходный. То есть налоговые обязательства исполняются, исходя из размера полученного дохода. То есть это самый справедливый налоговый режим, который может быть. Есть доход, предприниматель исчисляет, уплачивает соответствующий размер налоговой обязательства. При отсутствии как такового дохода у нас отсутствует налоговая обязательство. Либо оно минимально, если расходы максимально приближены к тем доходам, которые, возможно, имеют индивидуальные предприниматели. Вот с этого года те, кто ранее пользовался единым налогом, тех категорий становится меньше. Там вот сейчас не попадают те, кто ремонтирует машины, например, одежду, там репетиторы не попадают. Вот что им нужно сделать, успеть за январь оставаться на подоходном налоге, переходить на другую систему? Либо у кого-то это, получается, и налог на профдоход. Мы предусмотрели определенные переходные периоды, и платежки в течение первого квартала, безусловно, должны определиться, с чем, кто и как хочет работать. То, что касается единого налога. То есть абсолютно правильно вы обратили внимание, что мы сокращаем определенные виды действенности. Но это те виды действенности, которые наименее популярны, если так можно корректно сказать, в предпринимательской среде. Что касается увеличения ставок единого налога, то здесь, безусловно, выравнивание налоговой нагрузки. Потому как ставки единого налога в отношении индивидуальных предпринимателей на протяжении ряда лет вообще не изменялись. И они, безусловно, были на достаточно низком уровне. Я приведу простой пример, что до 2022 года ставки единого налога, а они устанавливались, допустим, в частности, в городе Минске, раз вот такой типичный наиболее пример, в зависимости от местонахождения торговых точек, если мы ведем речь о розничной торговле, и, соответственно, могли быть больше либо меньше. В отношении наиболее крупных торговых центров в городе Минске ставки единого налога были меньше, чем размер подоходного налога, который уплачивал среднестатистический житель города Минск. И мы ведем речь о самых крупных торговых центрах, в которых наиболее высокий спрос, покупательский спрос, от населения. А много тех, кто остался и остаются на ставке единого налога, какие-то виды деятельности, которые могут использовать? Виды деятельности, безусловно, в настоящее время остаются. Они достаточно широкие, потому как очень широкая масса – это торговля. И розничная торговля, она не исключается сейчас из видов деятельности. То есть это наиболее распространенный вид. И уже тенденция 2022 года показала, что количество индивидуальных предпринимателей, применяющих единый налог, сокращалось. Я обращу внимание, что по итогам 2022 года рост количества индивидуальных предпринимателей, применяющих подоходный налог, увеличился практически в 6 раз. Мы уже по итогам первого квартала будем видеть вот эти предпринимательские перетоки в различные налоговые режимы. И мы заинтересованы как раз таки в том, чтобы вот это укропнение осуществлялось. Потому что чем более организован бизнес, тем более он прозрачен. Если у предпринимателей там остаются еще вопросы, они могут как-то прийти в налоговую и посоветоваться, проконсультироваться, что им делать с января после первого квартала этого года? Безусловно. Во-первых, наш колл-центр, 189 наш номер. То есть там любой гражданин, обратившийся сюда, может получить это. Наши ЦОПы, центры обслуживания плательщика, есть в каждой инспекции, обратившись сюда. Плюс специально для этих целей мы в каждой налоговой инспекции открыли прямые горячие линии, по которым плательщик может позвонить, спросить, задать вопрос и получить компетентную информацию на предмет того, в какой налоговый режим, что он может делать и потребуются какие манипуляции. Спасибо вам большое. Спасибо.